Девушки отдыхают В студии работает Борис Киргенников. Здравствуйте! В ближайшие 5 минут познакомлю вас с последними новостями из мира экономики, финансов и бизнеса. Аналитическое агентство «Автостат» узнало, сколько времени может понадобиться среднестатистическому россиянину, чтобы накопить на покупку новой машины. Оказалось, 3,5 года. При этом он должен отказать себе абсолютно во всем. Не есть, не пить и даже не платить налоги. В реальности времени, конечно, понадобится больше. Специалисты агентства учитывали среднюю зарплату россиян и среднюю стоимость авто. В мае она составила 1,360 млн рублей. Эксперты также утверждают, что в период с 2007 по 2015 годы рост стоимости автомобилей почти соответствовал росту зарплат. Тогда россиянину необходимо было откладывать не более трех лет, а по показателям 2014 года достаточно было копить 2,5 года. Все же копить на новый автомобиль россияне не торопятся, а предпочитают обменивать или покупать авто на другой с пробегом. Рынок поддержанных лиховышек в стране с начала года вырос. По данным агентства «Автостат», в апреле объем составил почти 480 тысяч единиц. Рост с января 16,5%. Лидером вторичного рынка по-прежнему остается отечественная «Лада», на долю которой приходится больше 28% от общего объема. Было продано 137 тысяч машин, рост 3%. На втором месте японская марка «Тойота», которая занимает десятую часть. Замыкает топ-3 бренд «Ниссан». Машин этой марки на вторичном рынке было продано с начала года 25 тысяч. Покупать перестали. Оборот розничной торговли в России сократился на 5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В абсолютных цифрах оборот ритейла составил 8,685,000,000,000 рублей. В апреле падение было меньше, чем квартальное, на 1%. Большая часть оборота денег формируется торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. На долю розничных рынков и ярмарок приходится лишь 7%. Эксперты уверены, что тренд на замедление падения темпов роста оборота розничной торговли может продолжиться. Но в целом по году результаты будут отрицательны. А вот рынок онлайн-торговли в стране растет невероятными темпами. Россиян привлекает не только более низкая цена товаров в интернете, но и удобство при выборе. По итогам прошлого года рынок вырос на 7%, по данным Яндекс.Маркета. В Сибирском федеральном округе тенденция не такая активная. Число посещений сайтов выросло на 5%. При этом в Сибири по крайней мере 3,4 млн человек совершали покупки онлайн. Это 81% от всех пользователей интернета в округе. А вот жители Новосибирской области интересуют следующие товары онлайн. На первом месте с долей в 20% сегмент дом и дача. Зимой новосибирцы активно готовились к сезону. Следом идет электроника, компьютерная техника и бытовая техника. Интернет-пользователи уверены, заказывая вещи онлайн можно сэкономить. Из доли 9% сегмент авто. Это связано с падением рынка новых легковушек в стране. Автовладельцы предпочитают вкладывать средства в свои машины. Подробнее о перспективах развития рынка онлайн-торговли, как российского, так и сибирского, деловые новости поговорили с Александром Феоктистовым, директором по развитию бизнеса Яндекс.Маркета. В прошлый год оценим с точки зрения роста в деньгах довольно бессмысленно, потому что практически весь этот рост это на самом деле курс. Да, действительно, рост двухзначной цифры 30-40%, но если мы говорим в штуках, то это порядка 7% сейчас. И это на самом деле уже очень хорошо, потому что оффлайновая торговля в России за прошлый год просела. Мы говорим про Сибирь в целом, то она подросла чуть меньше, опять же, в количестве покупок. У нас рост порядка 5%, но если мы посмотрим на те точки, на точки роста по конкретным городам, то мы увидим, что крупные города показывают либо стагнацию, либо даже отрицательный рост. Связано это с тем, что интернет-торговля пришла в городом-миллионнике уже давно. Денег в миллионниках больше, люди более продвинутые, интернет давно уже проник в обычную жизнь. И люди покупают в интернете давно. Но основной рост в Сибири сейчас идет за счет небольших городов. Мы это видим как по небольшим областным центрам, то есть основные драйверы роста среди областных центров это Кемерово и Иркутск, то есть небольшие города. И основной драйвер это города, не областные центры, это небольшие регионы, небольшие населенные пункты. Если мы посмотрим, где сейчас интернет-торговля показывает двухзначные цифры роста, то это вообще города с населением меньше 500 тысяч человек. И у нас хорошо. 60% российских путешественников планируют провести летний отпуск внутри страны. Об этом свидетельствуют данные исследований туристического онлайн-сервиса «Скайсканер». Специалисты опросили больше 250 тысяч россиян. При этом лишь 6% опрошенных связали отдых в России с низкими расходами, а 8% с невысокой стоимостью авиабилетов. Четверть респондентов заявили, что хотят путешествовать по России из-за красоты природы, и еще часть ориентируется на достопримечательности. Выбрали россияне следующие направления – Симферополь, Сочи, Анапу, Санкт-Петербург и Москву. Завершает выпуск цитата дня. Сегодня очередной позитивный прогноз от Алексея Уликаева, министра экономического развития страны. Мы рассчитываем, что где-то к концу второго квартала мы выйдем из зоны негативного развития. И в целом погоды ожидаем, что будет примерно нулевое значение по динамике ВВП. По словам министра, спад внутреннего валового продукта в России в апреле в годовом выражении составил 0,7%. Это были деловые новости на канале ОТС. Оставайтесь с нами, мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok